МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас сошли две репетиции. Предметы все специальные идут в первой половине дня. Классика, естественно. В течение целого дня распределяется уже характерный и актерское, и дуэт. Правое плечико вперед, вытянуть ногу сзади. Длинная нога, вытянутые пальцы, подъем. Урок классики – это каждый день, это как молитва. Как любой урок классики в нашей академии, он состоит из палки. В Петербурге, насколько я знаю, всегда говорили «палка». В Москве почему-то станок, говорят. Еще раз. Раз, плее, два. Встаю, вытянуть колени. Идите на серединку, девочки. Я люблю дми плее делать. Мне, конечно, тяжело дается англер, кдв-люпе. Все остальное каждый день исправляем, и по чуть-чуть получается. Вообще мы пока делаем только станок в середину, прыжки или пальцы. Две ноги все время, не одна, вторая, Таня плечи опустила. Им тяжело, они тут целый день находятся. И, в общем, у них уроки не только классики, у них, в общем, везде напряжение большое. Они учатся по полной программе. У нас это вперемешку, то есть у нас дети с 9 утра могут классическим танцем заниматься, в 11 утра, а после классики пойти на математику. То есть у нас это все смешано. Это особенность. Когда ты складываешь уроки и балет, это, конечно, тяжело. Томбе. Томбе. Все-сем томбе. Все-сем томбе. Учебу пускать нельзя. Например, встанешь балериной и будешь учиться на двойке, так нельзя же. Мы пытаемся сделать домашнее задание в школе, чтобы надо, когда ты приходишь в 7 часов, надо и постирать. Как-то время, ну, много нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас дети учатся 9 лет на исполнительском факультете. И высшее образование артисты балета получают только у нас. То есть ни в Московской академии, ни в других учебных заведениях такой системы нет. Конечно, школа уникальная. И не только потому, что пускаем специалистов, артистов. Да, но все-таки, что школа воспитывает. Воспитываем же с первого класса практически. У нас же есть вот такой праздник, называется «Первый выход на сцену». У нас все-таки немножко другие дети. Мы стараемся вот сохранять какие-то традиции такие, здороваться. Вот сейчас в обыкновенных школах этого, по-моему, нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Все дети на полном бюджете. Вы знаете, балет и деньги – это несовместимое понятие. Поэтому абсолютно все живут в одинаковых условиях, все учатся бесплатно. Абсолютно все – до одного человека. Это наш небольшой школьный театр. С этого и начинали наш ремонт. Архитектор Оси, как вы знаете, строил само здание, а театром занимался уже Кавас. Прошло лет сто, и театр дал крен. Два с половиной года было как на фронте. Что такое здание, которое было построено в 1836 году, абсолютно нетрудно посчитать, сколько зданию лет, в котором не было никогда капитального ремонта. Ремонт этот сдвинут в город. Поэтому огромное спасибо руководству города за то, что они приняли самое-самое такое горячее участие в этом ремонте. Жить дети должны в красоте. Почему у нас чисто, почему у нас красиво? Потому что с детства они должны жить именно в красоте. Походим в нашу библиотеку. Здравствуйте. Девочки, где вы все? Здесь собрана литература, книжный фонд по балету, театру, музыке. А здесь у нас святая святых. Здесь у нас находятся дореволюционные издания, издания до 1949 года. Здесь все оборудовано для того, чтобы проводить лекции с видеоматериалами. У нас больше 30 тысяч метров. Если мы будем ходить с вами, то нам понадобится не один день. А что мы взяли, если поворачиваемся на эти телекорации. Стали. И раз, там будет чуть-чуть, вот, два, два, три, раз, два, три, три. В школе преподаю уже более 30 лет. Могу сразу сказать, что я горжусь тем, что я эту школу окончила. Это наша жизнь, без этого мы себя не мыслим. Радуемся небольшим успехам наших учениками, огорчаемся, если у них что-то не получается. Мы здесь каждый день учимся. И когда сюда приходишь, чувствуешь что-то такое замечательное. Я не знаю, как-то охота сюда каждый день. Без этого уже никак не представить своей жизни. Потому что, ну, я не представляю, в обычных школах дети учатся, да, до часу или до скольки они учатся. И потом они куда-то идут, что-то делают. А что они делают? Обычные дети каждый день ездят, они могут каждый день играть в компьютер. У них есть время. У нас мало времени, мы поэтому это ценим. У нас другие ценности. Мы не затворники. Это свой такой мир, и он очень, он такой надежный. Это, ну, это как опора в жизни. Академия – это как семья, как вот большая семья. Это все вокруг формирует. Сама атмосфера Академии, наши педагоги, это же самые творческие люди. Они сами учились, танцевали. И благодаря им, благодаря поддержке мы развиваемся. Кисти какие, очень зажатые руки, мягкие ручки. Открыли. На пальцах мы можем делать или движение урока, или мы даже чуть-чуть берем практику. Две девочки у меня готовят Машу для щелкунчика. Маша, она одета в платьице, в спектакле. Поэтому они одеваются специально, но чтобы было ощущение костюма. В спектакле мы же репетируем не только образ, чтобы они все это понимали, зачем и почему. Смысл обязательно во всем должен быть. Сначала увидеть должна. Что случилось? Не поверю. Я думаю, в этом, наверное, заключается балет, что, в принципе, здесь главный результат не только техника какая-то, а именно результат, когда ты растворяешься в музыке, в танце, то есть в состоянии. В состоянии оно видно все равно, какой ребенок, наполненный, не наполненный, какой характер у ребенка. Все это надо так суметь направить в то русло, чтобы именно вылилось вот то, что нужно педагогу. Как в рамочку. Вот раньше в петербургской школе говорили, побежала-побежала, цветочек увидела, побежала-побежала, в рамочку посмотрела, да. Вот даже Юлю, например, вот, но у нее, знаете, у нее как бы есть какая-то вот трогательность в ней. Она такой целеустремленный ребенок. Нет, вы знаете, этот класс, ну, как-то вот подобрались детки такие, сильные, довольные, они не только Юля вот так выделяются. Я каждый день с радостью веду на уроке. Мне нравится. Самый любимый педагог Галина Александровна. Она добрая, очень хороший педагог. Замечания там нужные исправляем. Сейчас еще раз сначала проверим. У нас построена так программа в школе, что у них каждый год есть концерты. Сначала внутри школы, на нашей школьной сцене, потом, вот чуть постарше они когда становятся, они выходят на эрмитажную сцену. Мы работаем, потеем, трудимся, истязаем себя только ради того, чтобы выйти на сцену. Встала как полизина с головкой. Вот так. И подышать, внизу, бом! Так, ничего. Головка, ничего. Все, отдохни немножко, потом хорошо, забресь. Ну, бывают стертые пальцы или что-то болит каждый день. Тяжело. Ну, есть для чего стараться. Ну, с Богом, дети! С Богом! Иди сеть в поле. Да, да, да. Дети, нет, туда дальше. Все, все, все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Это идея посвящения Никите Александровичу Долгушину, который возобновил в свое время павловские номера. И это как память ему, и в то же время это то наследие именно петербургской школы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы говорите о первом отделении нашей павловой, это очень сложные вещи. В каком плане? Там нету фуэте, там нету каких-то технических сложностей, но это взрослые вещи. Мы стараемся в школе сохранять максимально вот все маленькие жемчужинки, которые когда-то были собраны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, такая профессия. Тут надо чем-то жертвовать, потому что, вы понимаете, они становятся специалистами уже 18 лет. Это же с неба просто так не упадет. Никаким подарком это, понимаете, не может быть. Это все нужно заработать. Это все нужно только собственными преодолениями и трудом. Им нравится это. У нас эти концерты, у нас производственная практика. Это их увлекает. Они переживают очень. Они заинтересованы. Они хотят в этом, понимаете, быть. Я, конечно, больше склонен к классике. Я люблю классический танец. Я считаю, что классикой можно выразить гораздо больше эмоций, чем модерном. Я, как бы, всегда слушал музыку классическую. Мне очень нравится. И у меня в голове рождаются хореографии. Я, как бы, даже не знаю ни с того, ни с сего, наверное. Просто мне, как бы, получилось поставить номер. И как-то получилось. И я понял то, что у меня это будет и дальше получаться. И то, что, как бы, нужно продолжать. У меня и девочки некоторые ставили номера на свои концерты. Но, чтобы мальчик, почему все вот так вот, что мальчик, да, в таком возрасте, ну, в прошлом году у меня поставили 10 номеров. У нас ребята кушают все то же самое, что и обычные дети, без особых ограничений. Супчик овощной с мясом, со всеми овощами, витаминами, макарончики. Огурчик, гуляш, картошечка. Добавка обязательно. Большим по мальчикам по 2-3 котлеты. Супы все съедают, и маленькие, и большие. У нас очень вкусные супы. Стараемся готовить нашим детям. Мы их любим. Они нас любят. И даже те, которые выпустили в том году, приходят к нам кушать. Дети очень много заняты в репертуаре Мариинского театра и Михайловского театра. У нас вот очень были сжаты в этом году временные рамки. Ассистент Натча Дуата, с которым мы второй год работаем, Эва Лопес, она этот балет на флореста ставила во многих труппах. Делала в Станиславском, в Москве. И она сказала, что она этот балет в Станиславском начала 4 месяца. А мы это сделали за месяц. Она нам давала самый сложный вариант, без всяких скидок. Это было сложно, на самом деле. Перестроиться как-то с классики. Но хореография очень... Она очень удобная. То есть одно вытекает из другого, и ты чувствуешь это. Это как гармония, знаете, как гармония в природе. То есть одно рождает другое. И одно вытекает из другого. То же самое движение. Этот балет сложнее Мадригала, который мы ставили в прошлом году. На флореста это шаг вперед. Но это стиль Натча. Он любит усложнять, пробовать разные варианты. Классический балет нисколько не мешает современному балету. Наоборот, помогает постичь что-то новое. Действительно, ведь это эксклюзивный, такой уникальный эксперимент или момент. Многие артисты мечтают работать с Натча-Дуатой. А дети, студенты, будучи в школе, имеют вот такую уникальную возможность. Понимаете? Это и для них очень важно. Это очень большая школа. Я доволен. Эта работа получилась лучше, чем первая. Потому что ребята знают меня, мою хореографию уже лучше. Я тоже знаю их лучше, уже больше контакта. Они поняли, что классика не так далека от модерна. Я люблю работать со студентами. Они будущее. Мне нравится давать им свободу выбора. Они не должны сейчас в наше время танцевать только классику. Очень важно, чтобы они работали с разными хореографами. Я не упрощал специально для них ничего. Я работал с разными людьми в разных странах. Я могу сказать, что ваши вагановцы очень хорошо подготовлены. Хорошее тело, все очень хорошо. Они прекрасны. Они начинают очень-очень маленькими. Они видят много звезд, очень любят работать. Они понимают этот мир балета. Они знают, что такое балет. Я очень люблю классику. Но как бы я ее не любила, у каждого больше данных в чем-то другом. И на самом деле у меня всегда было к модерну больше. Ну, нет, не всегда. Я люблю одинаково. Ребята, а вам есть когда гулять? Если вот давайте по-честному. Есть гулять когда? Нет. А? Нет. Практически у них времени нет. Нет. А хочется? Конечно, хочется. Еще как хочется. Там, где будет у нас интернат, на Правда, треть. Там уже будет где гулять, где танцевать, где заниматься, где жить. Ну, вот это наш медпункт. Мне, конечно, балет нравился. Я никогда не думала, что я буду здесь работать. Я пришла с военно-медицинской академии. Но я не жалею. Мне очень нравится. По крайней мере, я приобщаюсь к искусству. Эти весы являются антиквариатом, достоянием академии нашей. Весы исторические. Музей прекрасно. У нас никогда не купили ни одной вещи. Нам все дарят. Наташа Макарова приезжает, тоже что-то там старается. То, что у нее осталось, несет Барышников. Там прислал свои картины, наброски. Музей я его не называю. Это как бы так для вас он музей. А для нас это обычный класс. Мы еще и снабдили его современными всем оборудованием. Так что нам есть действительно чем похвастаться. В списке выпускников, здравствуйте, с 1742 года и по сегодняшний день. Ни один человек не потерял. Голову внимательно. Они, понимаете, они идут на музыку оттуда. Нет, я... Они на свою фразу уже должны открывать палитку. Наша школа готовит специалистов для театра, для исполнителей. Мы абсолютные практики артисты. И нам надо какой-то выход вот того опыта, который мы приобретаем во время учебы. Надо, чтобы он выплескивался, выходил и совершенствовался на чем-то, на каких-то спектаклях. Это в первую очередь. Ну, привезли наш театр. Мы, конечно, как на экскурсии сначала. Смотрели такой большой театр. Как-то они заблудиться. Все время блуждали, там, путались. Да, это необычное ощущение. Чувствуется вот это вот... Как напряженность, что ли, зала. Не то, что напряженность, но вот эта атмосфера. Прямо такая накаленная чуть-чуть. Балет «Щелкунчик» — это визитная карточка Академии, безусловно. И все проходят эту эволюцию от самых незначительных ролей до более крупных. А кто-то танцевал куколок. Да мне нравились солдатики. Там мы с Витей нарисуем, маршируем, как мальчики. Ну, это интересно. Забавно. Это безумный опыт, который нам дал «Щелкунчик». Он нам, конечно, поможет в жизни. И мы поняли, как чувствовать себя на сцене благодаря «Щелкунчику». И мы теперь можем более спокойно уже идти в мир театра, работать. И солдатики первый класс, и вторые классы, дети на «Ёлке» третьей. И Машенька маленькая, и Падутруа. То есть это спектакль, на котором действительно можно вырасти. Труппа Мариинского театра – это 95% школы. 95%! Когда приходишь на сцену Мариинского театра и видишь афишу, украшенную ведущими мастерами, и это мои ученики, то это приятно, это тепло. Это есть отдача. Наша задача – их подготовить так, чтобы они в любых условиях могли себя проявить, как петербуржцы. Это чистая методика. Вот эта знаменитая наша координация рук головы корпуса, то, что создает вот этот неповторимый облик петербургской школы. Можно сразу же! И! Поэтому главная наша задача, при всем, что идти надо вперед, мы понимаем, 21 век, но главная задача – сохранить традиции, сохранить классическое наследие, чтобы было что передать следующему поколению. Школа самодостаточна настолько, что почему к нам едут со всего мира? Потому что такой школы нигде больше нет. Один, два, три, четыре, пять, 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 пять Продолжение следует...